В региональном парламенте намерено выступить с инициативой о внесении изменений в систему оплаты труда работников бюджетной сферы. Этот вопрос стал основным повесткой круглого стола на площадке окружного собрания депутатов. Специальность одна, зарплата разная. Такая ситуация на сегодняшний день сложилась во многих отраслях, где работают бюджетники. Например, два учителя английского языка из разных школ, но с одинаковой нагрузкой из-за разницы в окладах могут получить за свой труд абсолютно разные суммы. А всё потому, что единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы перестала быть обязательной. В итоге многие учреждения не соблюдают рекомендуемую долю окладов. По этой причине в собрания депутатов стали поступать жалобы, связанные с оплатой труда, в том числе на непрозрачность и непонимание, и как она формируется. Поступило очень много жалоб от работников в части того, что была непрозрачность оплаты труда и непонимание, из чего она состоит. Многие учреждения не соблюдают рекомендуемую долю окладов, установленных в единых рекомендациях по установлению на федеральном, региональном, местных уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. В своем спиче Наталья Кордакова также напомнила, что в соответствии с майскими указами президента России были поставлены целевые показатели. Чтобы добиться их выполнения, зачастую работникам приходится трудиться на полторы-две ставки. Брать дополнительное классное руководство, вести факультативы, медицинским работникам поручают дополнительные дежурства. Соотношение структуры заработной платы медицинских работников в Ненецком автономном округе и единых рекомендаций, принятых Российской трехсторонней комиссией. И всего вы видите выплаты по окладам 36,2, а рекомендовано 55, компенсационные выплаты 16,8, рекомендовано 15, стимулирующие выплаты 47, рекомендовано 30. Вы видите, данные разнятся. Еще один вопрос, который обсуждался в ходе встречи – размер зарплаты на Севере по сравнению с субъектами, находящимися в более благоприятных климатических зонах. Так, по мнению депутата Анны Булатовой, при расчете средней заработной платы показатели не соответствуют действительности. В ходе дискуссии парламентарии пришли к выводу, что на сегодняшний день появилась необходимость в изменениях, которые позволили бы закрепить в окладах большую часть заработной платы. По итогам круглого стола выработаны рекомендации, которые будут направлены в Госдуму и правительство России. По итогам заседания принято решение поддержать концепцию проекта федерального закона о необходимости реформирования системы оплаты труда работников бюджетных организаций.